Добрый день! С вами телеканал Мой Дом и я Антон Жоров. Сегодня мы вам расскажем о том, что важно и нужно знать. Нейросети, дроны и 3D-печать. Как новые технологии меняют праздники? На недельку до второго. О чем не стоит забывать, уезжая в отпуск? Один дома. Как достойно провести Новый год в одиночестве? Мой дом и все о нем. Современные технологии сильно меняют не только нашу жизнь, но и праздники. Каким же образом нейросети, дроны и 3D-печать способны изменить Новый год? Машины становятся все умнее и приобретают все большее сходство с людьми. Например, нейросеть, разработанная учеными из Торонто, легко может сама создавать песню на основе предложенной картинки. И вот результат такой работы. Эта нейросеть способна создавать мелодию, добавлять аккорды, звуки ударных и даже накладывать слова. Их у программы в запасе более трех тысяч. И это всего лишь малая часть того, на что способен искусственный интеллект. В скором времени он сможет помогать нам в выборе подарка конкретному человеку. И это будет всегда точное попадание в цель, потому что машина соберет всю необходимую информацию и проведет подробнейший ее анализ. А еще нам не придется менять надоевшую гирлянду на новую. Пользователи смогут самостоятельно менять цвет лампочек и даже выбирать узор. А делать это можно с помощью вашего смартфона. Инновации добрались даже до праздничного стола. Свежие овощи теперь можно выращивать без использования почвы в искусственной среде. А с помощью 3D-печати можно создать красивое праздничное блюдо из сои, например, в виде рождественской елки со вкусом индейки. Также с помощью 3D-печати можно полностью подготовить свой дом к Новому году, распечатав настоящую елку и украшения для нее. Вместо разных декораций используйте голограммы, которые украсят ваши стены красивыми рисунками и праздничной анимацией. А если так получилось, что праздник вы проводите вдали от близких, то голограмма способна визуализировать любого человека и даже выдуманного персонажа. Для полноты ощущений есть даже специальная одежда, которая способна передавать тактильные ощущения, например, объятия. Новогодние каникулы для многих прекрасный шанс уехать на отдых и сменить обстановку. Но важно не только собрать сумки и чемоданы, но и подготовить квартиру или дом к вашему отъезду. Чем ближе новогодние каникулы, тем больше вероятность забыть о том, что нужно сделать перед отъездом. Потому что мысленно мы уже далеко и от работы, и от бытовых проблем. Чтобы отдых прошел в спокойствии и комфорте, к нему нужно правильно подготовиться. Мы решили облегчить задачу и составили список рекомендаций, что нужно сделать перед отпуском и как подготовить квартиру к своему отъезду. Итак, проверьте, не являетесь ли вы должником. Все-таки в Новый год нужно входить без долгов. А вернувшись из отпуска, вы сможете потребовать от коммунальных служб сделать перерасчет за то время, пока вы отсутствовали и услугами никто не пользовался. Не забудьте полить и комнатные растения, так они смогут пережить ваше отсутствие. Когда вы вернетесь домой, большая корзина вещей на стирку и так быстро заполнится. А перед самым выходом на работу, вам вряд ли захочется в спешке досушивать рубашку феном. И уж не будем говорить, что копить грязное белье просто не гигиенично. Избавьтесь от скоропортящихся продуктов, а также разморозьте и отключите холодильник. Дверцу оставьте открытой, иначе запах будет не лучше, чем если бы вы забыли там молоко. Отключите газ, все электроприборы и бытовую технику. Выключите везде свет и перекройте воду. Так вы сможете уберечь свой дом от возможных коммунальных неприятностей. Также попросите кого-нибудь забирать вашу почту. Сам вид полного почтового ящика может сообщить возможным злоумышленникам о том, что вы долго находитесь в отъезде. И, конечно, не забудьте про четвероногих друзей. Они тоже не должны чувствовать себя одиноко. Говорят, что Новый год – это семейный праздник. А что делать, если вы находитесь далеко от близких или просто устали от внешнего мира и никого не хотите видеть? Можно ли встретить Новый год в одиночестве и хорошо провести время? С детства нам закладывается стереотип, что Новый год – это семейный праздник. Мы стремимся быть в эту ночь с близкими, друзьями и любимыми. Но по статистике около 5% населения нашей страны отмечают Новый год в одиночестве. Если человеку не с кем встретить этот праздник, и в новогоднюю ночь он смотрит фото влюбленных пар в Инстаграме, то у него может возникнуть мысль – со мной что-то не так. В этот момент важно понимать, что одна ночь в году ничего не значит. Точно так же, как и фото в социальных сетях, не являются показателем успешности в реальной жизни. Празднование Нового года наедине с собой есть свои плюсы. Не придется бегать по дому в попытках навести порядок перед приходом гостей, готовить кучу блюд, а после их ухода мыть посуду и прибираться. Одиночество – это прекрасный шанс побыть наедине со своими мыслями, подвести итоги уходящего года и просто помечтать. А что делать, если одиночество непереносимо? Берите инициативу в свои руки, поищите единомышленников и скооперируйтесь. Например, во Вконтакте есть группа «Клуб, встречающих Новый 2021 год в одиночестве». В Новый год разрешите себе насладиться праздником. Съешьте что-нибудь вкусное, включите любимую музыку или примите расслабляющую ванну. Неважно, встречаете вы его в одиночестве или в компании, ведь главное – это быть нужным самим себе. Сейчас мы узнаем о самых интересных и важных событиях, которые происходят в мире, а после я расскажу о том, как создать новогоднее настроение на расстоянии и как выглядит современный Дед Мороз. Главная рождественская елка Вильнюса получила звание самой красивой в Европе в 2020 году по версии туристической организации European Best Destinations. Ель сделана из металлических блоков с LED-лампочками, зеркалами и живыми ветками, собранными в соседних лесах. Такое креативное решение позволяет любоваться новогодним символом издали и сохранять безопасную дистанцию. Несмотря на современный вид, елка не теряет традиционного духа Рождества, чем и заслужила признание как экспертов, так и жителей и гостей литовской столицы. Петербуржцы и гости северной столицы могут проникнуться новогодним настроением даже от поездки на автобусе. Водитель автобуса Владислав Кочегаров в образе Деда Мороза и его коллега-кондуктор Наталья Соломцова в роли Снегурочки получает удовольствие от своих образов. В рамках праздничной акции «Везет в Новый год» также проходит конкурс на лучшую фотографию с Морозом водителем. Единственное условие – не отвлекать дедушку от дороги. Победитель получит подарок транспортную карту «Подорожник» с пополненным балансом. В преддверии новогодних праздников на кольцевой линии московского метро запустили тематический поезд «Ёж». Кабина машиниста оформлена гирляндами и неоновой подсветкой, а войдя внутрь вагона, пассажиры попадают в настоящую новогоднюю сказку. В вагонах разноцветные шары, светящиеся огни и тематические рисунки. По словам пассажиров, такое оформление создаёт праздничное настроение. Состав будет курсировать каждые полчаса вплоть до 8 января включительно. Щёлковские дайверы установили ёлку под водой Америевского карьера в Московской области. Символ Нового года опустили на глубину 6 метров. Водолазы спустили 8-килограммовое дерево по лестнице, установленной под водой. Вокруг ёлки разместили игрушки, а на само дерево повесили светящуюся гирлянду. Установка ёлки под водой – своеобразная традиция любителей подводного плавания. Мы живём на северной стороне, там у нас очень замечательный, красивый Учкуевский парк. Уже установлена ёлка, подсветки. Вот мы собираемся именно к 12 часам туда подойти. Ну, как обычно, с шампанским. На Новый год мы будем здесь, на галереях, на нашем древнегреческом судне. Мы вообще здесь целыми днями с утра до вечера, поэтому приглашаем всех вас. Новый год у нас будут новогодние вечеринки, живой вокал. Вот, в общем, скучать вам не придётся. А мы едем на лыжах кататься в Донбай. Мы едем где снег, где горы. У нас в Крыму снега нету, для нас это редкость. У нас бывает два дня в году, поэтому на Новый год мы едем на снег. Будем отмечать полную силу, чтобы выбить всю дури из прошлого года. Так сказать, чтобы обнулиться, так сказать, и заново начать. Наше настроение не влияет ни из-за пандемии, ни из-за каких проблем. Мы также отмечаем праздник и планируем следующий год так же, чтобы всё будет замечательно и хорошо. В Челябинской детской больнице прошло новогоднее представление. Удивительно, но факт. Для проведения праздника организаторам даже не пришлось проходить в здание. Под окнами Челябинской областной детской клинической больницы выступил военный оркестр и Дед Мороз. Таким образом, Росгвардия вместе с фондом «Искорка» поздравили маленьких пациентов с Новым годом. Музыканты сыграли для малышей и их мам мелодии из кино и мультфильмов, а аниматоры в костюмах Снеговика, кота и других персонажей весело танцевали. Но главными героями праздника стали Дед Мороз и Снегурочка. Они продекламировали поздравления в громкоговоритель, чтобы пациенты услышали его через окна. Наша задача – подарить детям, борющимся с тяжелыми заболеваниями, частичку тепла, частичку праздника. Думаю, совместно у нас это получилось. В больнице сейчас карантин, поэтому многие пациенты редко выходят за пределы отделения. Мальчики и девочки вместе с мамами могли посмотреть на представления только из окон. Наблюдая, как аниматоры весело танцуют, многие тоже пускались в пляс. Это уже не первый раз, когда военный оркестр Управления Росгвардии по Челябинской области приходит сыграть программу к окнам детской клинической больницы. Ранее подобный праздник организовывали ко Дню защиты детей 1 июня. Современному миру – современный Дед Мороз. Челябинский дедушка воспользовался смекалкой и новыми технологиями, чтобы в этом году дети продолжали верить в сказку. Итак, о, видно меня? О, готово. Внученька, беги ко мне. Будем детишек с Новым годом поздравлять. Челябинский Дед Мороз Валентин Париев создал онлайн-шоу для домашнего утренника. Видео-поздравления с элементами игры мужчина опубликовал на своей странице во Вконтакте. В ролике Дед Мороз вместе с внучкой Снегурочкой ее играет дочка Валентина, не только поздравляя тех, кто смотрит шоу, но и дает задания, предлагает отгадывать загадки и станцевать вместе под зажигательные новогодние треки. Валентин от чистого сердца дарит всем эту программу и предлагает пользоваться этим видео и радоваться жизни. Очень надеется, что его творение принесет пользу и родителям, и детям. Дед Мороз и Снегурочка старались, чтобы праздник был в каждом доме, несмотря ни на что. Отметим, что Валентин и его дочь Аня в этом году стали лучшим Дедом Морозом и Снегурочкой Челябинской области. Пара победила в конкурсе от администрации Челябинска, и в конце декабря им выдали диплом, подтверждающий, что они главный Дед Мороз и Снегурочка Южного Урала. Дорогие друзья, до нового 2021 года остается всего несколько часов. Телеканал «Мой дом» желает вам мира, благополучия и здоровья. Мы постараемся в наступающем году рассказывать о добрых и позитивных событиях, а также о всем, что важно и нужно знать. С Новым Годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова